Где открыли кинотеатр на солнечных батареях? Почему индонезийка решила, что убийство Ким Чен Нама это реалити-шоу? И как в Бразилии открывали всемирно известный карнавал? Смотрите в нашем международном обзоре. Цена смерти Ким Чен Нама меньше сотни долларов. По крайней мере, так утверждает подозреваемая в убийстве брата, севернокорейского лидера Ким Чен Ына. Задержанная гражданка Индонезии Сити Айша заявила, что ее попросили брызнуть Чен Наму в лицо детским маслом, якобы в качестве розыгрыша. И она не знала, что это отрава. Женщина решила, что участвует в реалити-шоу и сделала, что ее просили. За такой розыгрыш ей заплатили 400 малайских рингетов. Это примерно 90 долларов США. Замурован в камне ради искусства. Французский художник, который ради перформанса сидит внутри в камне в Парижском музее, дал первое интервью. Эбрахам Пойншевл рассказал, что единственная проблема – это отсутствие нормального сна. В остальном чувствует себя хорошо. Художник ест простую еду, но не в состоянии различить, где день, где ночь. Хотя покидать свое убежище пока не собирается. Эбрахам доволен результатом. Говорит, чувствует сильную связь с камнем. В Бразилии на несколько дней забыли о коррупционных скандалах и протестах. Там начался всемирно известный бразильский карнавал. Ученики лучших школ самбы приехали в Сан-Паулу на открытие. В ярких костюмах они шествуют улицами города. За ними артисты на карнавальных машинах. После этого праздник доберется и до других городов Бразилии. Фестиваль в стране традиционно стартует за 40 дней до Пасхи. Так ярко бразильцы начинают период Великого Поста. В Буркино-Фасо открыли кинотеатр, где используются солнечные батареи. Он рассчитан всего на 300 мест, но является третьим по размеру столицы страны Уагадугу. Солнечный кинотеатр будет принимать публику на открытии фестиваля африканского кино и телевидения Феспака. Всего же здесь ожидают 10 тысяч зрителей. Телефон Гитлера, проданный на аукционе за 243 тысячи долларов, оказался подделкой. По словам работника музея Франкфурта Франка Гнегеля, оригинальный аппарат производства немецкой компании Siemens & Hulke, а в проданном английская трубка. К тому же Siemens использовал бы для телефона цветную пластмассу, а не красил бы его некачественной краской. Подозрение вызвал и диск для набора. Гитлер всегда был напрямую подключен к телефонной станции. Зачем ему тогда набирать номер?